Всем привет, друзья! Сто лет я уже мечтал зажарить барана на вертеле, но так как я этого никогда не делал, я начал копаться в своей памяти и вспомнил, что у меня есть друг Александр. Знакомьтесь, это Саша, мой старый друг. И он зажарил уже не один десяток баранов на вертеле. Он это умеет делать профессионально. И сейчас мы вам все это покажем, как это делается. Я просовываю его у гортани, а ты лови его через задний проход. Ну что, коллега, зашиваем? Да, шприц, огурец и метод, скальпинг. Слушай, с ним не только можно, мне кажется, фарш делать, но еще можно в МФЦ сходить. Баран жарится, вино льется, хозяин, шеф-повар с нами. Сейчас мы ему зададим пару вопросов. Саша, ну давай, вкратце, что нам нужно для того, чтобы сделать вкусного барана на вертеле? Ну, в первую очередь нужен баран, желательно хороший, курдючный, который пасся на хорошем выпусе. Вот, вторично, обязательно нам нужны лимоны, оливковое масло, можно второго отжима, не обязательно первого. Это недорого. Соль, перец, красный перец, паприка. И, в принципе, наши навыки. Так, я сейчас смотрю, здесь чеснок. Да, обязательно чесночок, для того, чтобы сделать его более таким, как бы, романным. Это вначале? Вначале все пойдет? Это все пойдет в процессе, и мы это увидим. Мы будем шпиговать чесноком задок, а всем остальным обрабатывать и натирать подмышки. Ну, как говорит наш еще один знакомый Мурат, говорит, мне можешь рассказывать час, и я это все не запомню, поэтому давай показывай. Понятно, ты все знаешь. Берем соль. Подожди, я что, просто так не стоял, я тогда лимончики даю? Да, пожалуйста, займись лимоном. Перец. Красный перец. Все это перемешиваем и получаем такую консистенцию. Нам понадобится лимон, приблизительно пол-литра свежевыжатого лимона, фреш. То есть нам нужен сок фреш? Сами лимоны нам не нужны будут? Конечно, мы его перемешаем с оливковым маслом. Отлично. Орегано для чего нам? Орегано нам нужен для того, чтобы мы перемешали его вместе с солью и красным перцем для вкуса. Также мы его немного добавим еще и потом в соус. Все, отлично. Ну, теперь осталось только натереть и выжить лимон. Ну, давай, приступай. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пока я тут занимался лимоном, я смотрю, ты уже все сделал, да? Что нам осталось? Осталось нашпиговать задок чесноком. Давай. Желательно чеснок купить, конечно, местный. Он всегда вкуснее. Местный. А мы даже не сказали, где находимся все. Да, находимся мы в Ессентуках, город-курорт, кто не знает, на Северном Кавказе, Ставропольский край. И у Александра здесь есть свое кафе, в котором он готовит грузинскую, греческую кухню, европейскую кухню. Ну, вот сегодня мы начали с греческого блюда. В Греции на Пасху, да, готовят его, Саша? Да, на Пасху исключительно называется барашек с лимонной корочкой. О! Я чувствую, нам будет что-то поснимать здесь еще. Да. Во-первых, мы здесь были, кушали хингали. Бесподобные, очень вкусные. Я думаю, люди захотят увидеть рецепт. С удовольствием. С удовольствием. Сможем показать? С удовольствием мы открыты для общения, для наших гостей, для наших дорогих. Любимых гостей. Ну и греческая кухня для меня это новая кухня. То есть я какие-то там блюда ел, может одно-два. Но я посмотрел в меню тут у Саши очень обширно развернута греческая кухня. Поэтому, я думаю, он нам тоже что-нибудь покажет интересное. С большим удовольствием. Греческая кухня это в основном морепродукты, рыба, да? Не всегда. Это в принципе все то же самое, что здесь, только приготовлено немножечко по другой технологии и с другими специями и ингредиентами. Каждый любит свои вкусовые качества. Китайцы любят свои, греки свои. Но в целом они все прекрасны, я считаю. Все отлично. Будем ждать. Вернее, вы будете ждать. А наше дело показать. Да, греческая кухня очень богатая и очень полезная. Это средиземноморская кухня, в которой очень много зелени, очень много оливкового масла и замечательных специй. Рыба, конечно же, не последняя. Поэтому греки живут долго, 81 год в среднем. Ух ты. Ну что, задок уже почти нашпигован, передок тоже. И мы заканчиваем последним чесночком. И будем переходить к соусу, то есть обмазка. Да, подготовим самое интересное. То, чем мы будем все время поливать нашего барашка, чтобы он принял вкусный, идеальный лимонный оливковый вкус. То есть даже на вертеле мы его не оставим в покое. Мы будем заниматься деть, обмазывать, доливать. Все, вы все увидите. Наливаем приблизительно на глаз. Я думаю, грамм 300 нас удовлетворит. Вот они. Чтобы и баран не горел, и карман не горел. Приблизительно где-то 350 грамм лимонного фреша у нас есть. И добавляем сюда ригани. Это риган, сушеный риган, который греки практически добавляют во все блюда свои. А орегано-трава, что в Европе, это то же самое? Это тоже самое. Орегано, базилик, это все одно и то же. Слегка его перемешиваем, для того, чтобы пошла реакция. Лимон с оливковым. Это будет богинический соус. Ну а сейчас мы добавляем свежий розмарин. Фу, вернее, тимьян, пардон, я их все время путаю. Значит, добавляем его в наш соус. В нашу подливу, которой мы будем поливать баранами. По-русски тимьян это чабрец. Поэтому аромат такой знакомый. Чабрец, да? Ну, повара говорят, конечно, тимьян. И причем это разновидность, я вижу, лимонного тимьяна. Да, кайф. Лимончик с травкой. Еще немножко мы закинем в желудок барашки. Готов наш баран, да? Нашампурится. Да, мы его обмазали хорошенечко специями. Добавили тимьян, розмарин в желудок. Нашпиговали чесноком. Да, сейчас самое время просунуть шампур и зашить его. Я просовываю его у гортани, а ты лови его через задний проход. Через черный выход, да? Так. Или в холод. Важно выставить еще грамотно. Сейчас мы подготавливаем проволоку и плоскогубцы. Притягиваем их сюда. Рассовываем сухожилия. Затягиваем максимально. И еще один круг в ту сторону, чтобы зафиксировать. Очень важно его зафиксировать. Если мы его не зафиксируем, мы облажаемся, и нас захейтят фолловеры. Курдюк тоже привяжем, да, Саша? Конечно, привожим. А иначе он может отвалиться в процессе. И вообще такое у нас задымление один раз было. Соседи сверху просто в шоке были. Так, сейчас что делаем? Затянем вот эти ноги, а я их завяжу. Давай. Небольшие надрезы для того, чтобы просунуть заготовки. Пробуем повязанным. Один и два. Все строители знают. Так подробно еще никто, наверное, не рассказывал, да, Виктор? Да. Очень важно еще и, конечно же, вкусный баран. Нарваться на вкусного барана, как известно... В нашей местности это небольшая проблема, по-моему. О, здесь тоже есть, да, отверстие. Да, без отверстия не зафиксируется. Серго, теперь я попрошу тебя, да, затянуть ноги, подтянуть ноги. Отдельно мы затянем шею. Есть. Тут принято. Давай узелок сделаем небольшой. Вот так вот. А теперь сюда же шею, в этот же узелок мы затянем. Бери вот так и максимально прижимай. Зафиксировать, а потом обтянуть ее еще раз. Чисто мужская это работа. Бараны. Наверьте, да. Жарить, да. Потом еще говорят, что готовить это не мужское дело. Я бы посмотрел, как женщина справляется с этим. Ну что, коллега, зашивая? Да, шприц, огурец и метод скальпель. Ну что, поехали. Самый лучший способ завязать барана, это взять в малярном автомобильном магазине специальную проволоку. Ею проще всего будет без всяких... Игла не понадобится. И без иглы, без всяких мучений. Капроновые могут на костре поджариться и превратиться. Нам сейчас надо метра два отмотать Серго и зафиксировать, а иначе она вся распустится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соус сразу наносится, да, как барана поставили? Да, обязательно. Он создает корочку и не позволяет сгореть верхнему слою. Красота какая! Преимущество в баранино вертеле, в отличие от баранино явьями, в том, что баран все время крутится и не дает жиру упасть в уголь. И, соответственно, он постоянно себя обволакивает этим. Жир выходит, крутится, закручивает. Жир крутится, да, туда-сюда, в общем-то, как говорится. Даже если вы немножко промахнули сюда по периметру, вот, для того, чтобы он просто вокруг себя катился и не сгорал. Самый кайф – это вот эта лимонная корочка, которая образуется по итогу нашего приготовления. Но здесь еще есть оливковое масло, которое придает, то есть жара больше будет. Не то что жара, он еще как защитный слой идет от сгорания быстрого. Ну и, соответственно, напитывает его вкусовыми качествами. Ну что, Рифат, красота. Баран жарится, вино льется. Хозяин, шеф-повар с нами. Сейчас мы ему зададим пару вопросов. Но вначале я хочу, чтобы позвонили, позволения, сказать тебе пару хороших слов. Очень приятно находиться у тебя в гостях. Так нас еще никто не встречал. Вот, желаю тебе продвижения, удачи во всех твоих делах, во всех начинаниях. Будь здоров, Саша. Аминь. И вы вместе с нами. Красим барана. Прозрачный цвет, чайная роза. Саша, ну вот, в честь Дере, небольшой пизентик тебе. Вау, да ладно. Это топор для фарша, да, моего производства. Вот, будете хинкали делать, люля. Вот, так что пользуйтесь на радость. Мужик, ну спасибо тебе большое. Очень приятно. Давай тогда уже и 200 грамм вина выпьем сухого. Давай. Бомба. Слушай, с ним не только можно, мне кажется, фарш делать, но еще можно в МФЦС ходить. Можно побыстрее решать. На банановой плантации съездить, подработать, там, у них такие же, по-моему. Очень приятно. Это ты что, сам делаешь? Это по моему заказу, да, делают люди в Турции. То есть это кованая сталь, очень острая. Очень круто. Я никогда не пользовался таким ножом, но с удовольствием проэкспериментируем на кухне. Да, очень удобно для рубленого фарша. Спасибо, брат. Сергей, ну что, мы с тобой знакомы приблизительно где-то один год назад. Мы познакомились, как раз ты собирался, планировал заниматься блогерской деятельностью. Я тебя поздравляю. Сегодня ты уже узнаваемый бренд, уже ты уже человек, как говорится, известный. Я желаю тебе процветания, преумножения этой популярности, испытывать и экспериментировать всегда, двигаться в самых экстремальных и лучших направлениях, быть креативным и двигателем своей организации. Аминь. За тебя, за твое будущее. Будь здоров, мой дорогой. Хотя, говорят, за будущее не пьют, но я хочу выпить именно за то, чтобы лайков было больше, репостов было больше. И в профессиональной сфере ты рос вверх по нарастательной. Аминь. Спасибо большое. Давай. Уф! Хаус! Уф! Так, и мы, так сказать, продолжаем помазание барана. Друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь. Только серго пудра раскрутит наш город и даст ему новое дыхание. А иначе, так и все будут ездить в кислобуд. Напомним, мы в Весентуках. Баран уже наполовину готов. Позитивный. Вот такая красота получилась. Сейчас будем разделывать и пробовать. Но нужно дать отдохнуть. Пускай получается колонава. Сейчас, икс. Давай. Не зря мы старались. Такое румяное. Целый день. Да что ты! Нож. Вот так вот приготовилось. Это самые соленые вкусные места. Ммм. Ножи липкая. Из него выделился уже коллаген. Вот так вот косточки отходят. Нож не нужен. Абсолютно. Мясо само отрывается. Ну давай. Саш, теперь ты дегустируй. Я уже попробовал. Не дождался тебя. Это он! Это баран! Честно говоря, такую вкусную баранину я еще не знаю. Посмотри косточки. Посмотри вот этот момент. Вот самая вкусная, ребята. Вот она, шкурка лимонная. Смотри. Кто будет готовить бараны на вертеле, вот так должны кости. То есть не напрягаясь. Вылазить. Вылазить. Ну, сухожилие, главное, без крови. Да. Все как положено. То есть вот здесь все готово. Вот так должно быть приготовлено. И вот так вот съедено. А я больше всего люблю вот этими. Это всех проходящих угощает, а я как проходящих. Да, да. Какой класс. Это всех так угощает, да? Конечно. Кстати, завтра оно еще будет вкуснее, чем сегодня. Это задняя нога. Да, завтра оно не доживет. Действительно, вкуснятина. Вкуснятина, да? Держи. А, ну-ка. Смотри. Обалденно. Это у нас уже лопатка, да? Да, это лопаточка. А вот у нас самые мешки. Вот это антенец. А ну, Серго, возьми вот этот кусок. Я не знаю, что так вкусно будет. А еще можно? Да, конечно. Вот тут сухое, красное нужно. Да. Один кусочек, а ну давай вот этот вот красавец. А ну давай. Да, а то все жалуются, что мы не кормим рифата. Вот это вообще самое вкусное место. Лимон. Все, отлично. Все сбалансировано, все шикарно. Признаюсь, что вкуснее баранины я еще не пробовал. Может быть, до этого я и говорил такое. Но это было тогда. Вот пока что. Сейчас мы его разделаем и подадим на стол. Друзья, я надеюсь, этот ролик вам понравился. Если понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы с Сашей покажем вам, как готовить хинкали. У него есть свой секретный способ, как сделать вкусный фарш и красивое тесто. Подписывайтесь на канал, кто первый раз зашел. Комментируйте, нажимайте на колокольчик и ничего никогда не пропустите. Аминь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok